ребят приветствую не знают что веревки можно стирать а многие еще там знают и не все занимаются таким делом ребят я доставал здесь у меня есть образцы веревок которые там я как-то даже стирал здесь у меня вот моя веревка вот последняя свежая веревка она у меня побывала на там но не больше 10 объектов и эта веревка у меня как не особо важных задач и вот почему я ее взял да она белая чтобы вам наглядно показать в руках я ее держал ну раз пять да на 10 объектах она у меня побывала со мной ездила пять раз я ее где-то там использовал как оттяжку что с ней происходит да вот смотрите была идеально белая вот такие вот уже грязные грязные места есть вот эти все нюансы грязь пыль песок смола там я не знаю что угодно у кого они ускоряют износ веревки надо стараться экономить как я это вижу каждые две недели покупать себе новую веревку ты так никаких денег не заработаешь и поэтому давайте с вами будем стараться экономить по поводу того как увеличить срок службы ну естественно ваш инструмент даже такой как веревка должен быть чистый самый простой способ это постирать постирать даже можно обычной стиральной машине на щадящем режиме единственный нюанс не все машины стиральные они могут уместить в себя то те же самые 200 метров веревки да но в арбаристики это редко используется ну или те же самые там какие-нибудь 16 или 14 веревка там бухтами по 100 метров ты тоже не запихнешь поэтому набираем ванну воды и замачиваем там нашу веревку стиральным порошком производители не рекомендуют то есть у разного производителя свои немножко нюансы каждый немножко отличается но в общем скажу ребят вы так не ошибетесь стирать можно например хозяйственным мылом детским мылом но не просто там натираем до веревку этим бруском мыло а делаем стружку и уже в воду в той же самой ванне получается мыльная вода и вручную стираем наши веревки в машине стиральной то же самое мыло оно не растворяет материалы из которых сделаны берег также постирать веревку это пол дела так как веревка мокрая она размер раскисла да и в ней много воды надо ее грамотно высушить если вы просто высушили и вот такой же бухточкой куда-то повесили там где-то на на балконе или на турник да у вас после когда вы будете работать веревка будет кривая уснута в каком-то месте она будет круглая и работать такой веревкой очень очень неприятно и особенно противно если вы на такой веревке еще будете использовать какие-то приспособления типа спусковых устройств через тот же самый арбопор до веревка имеет свойство кривая вести себя как-то по-своему а вам нужно знать заранее что будет и максимально себя обезопасить в идеале чтобы вы разложили веревку например на пол не надо ее вот на пол вот такой бухтой просто нужно ее кольцами до разложить или петлями там и пусть она у вас с утки посохнет тогда будет все хорошо не стоит ее вешать сушиться с большими провисами то есть в каких-то местах у вас были особо большие натяжения стирок можно делать сколько хочешь да кстати чем у вас чище инструмент и чище веревка тем дольше она будет вам служить ребят когда на объекте вы заканчиваете работой вы собираете все весь инструмент свой иметь привычку берете вот данную веревку которую вы сматываете и ее целиком всю всю длину проводите пожалуйста через свои руки вы тогда в первую очередь увидите насколько она у вас грязная до грязь будет оставаться на руках вы увидите есть ли песок что очень вредно и когда вы будете протягивать веревку через руки вы почувствуете вдруг ли есть какой-то внутри надрыв вдруг ли есть где-то порез или где-то может быть перебитая веревку у меня бывало даже такое что веревка из-за резкого жесткого натяжения она у меня сплавлялась и в узле да я развязывал узел и только после замечал что в этом месте у меня оплетка она припаяна в этом месте уже мне надо было веревку разрубать вот как обычно ребят мои координаты если кому интересно есть разный выбор веревок также вы можете посмотреть у меня на сайте там они веревки отличаются не просто производителями еще и весом который они выдерживают до разрывной нагрузкой сроком службы до не стоит использовать кстати в арбаристики веревки купленные в строительных магазинах я когда начинал заниматься арбаристика я даже и не представлял что их бывает там их на самом деле сотни видов этих веревок и вот то что продается в строительных магазинах ребят это веревки но не может сказать декоративные ими они предназначены для того чтобы белье сушить и такими веревками ни в коем случае нельзя пользоваться для того чтобы самому страховаться или делать какие-то ответственные работы всем пока и жирных заказов